Друзья, всех искренне приветствую на моем YouTube-канале. Сегодня хочу разобрать одну очень интересную тему, которая, по мнению многих людей, многих похудальцев, убивает теорию подсчета калорий, вообще теорию калорийности. Я хочу подробнее обсудить эти моменты, показать, почему именно такое мнение у некоторых людей складывается, почему они убеждены в том, что калории действительно могут не работать. И все детально сейчас обсудим, будет интересно, поехали! Если ты хоть раз худел, наверняка у тебя был такой момент, когда после очень бурных первых недель, иногда даже месяцев, вес начинает плавно замедляться и в какой-то момент и вовсе, кажется, приходит в плато. И после такого бурного снижения, даже 3 дня застоя на весах кажется уже чем-то невыносимым, это хочется поскорее подтолкнуть. И ты начинаешь задумываться, что, скорее всего, выбранный тобой метод подсчета калорий не работает, что-то случилось, что-то сломалось, либо твой организм настолько уникален, что он выбивается из общей теории, из общих законов. Твой случай, вот он, наконец-то доказал, подтвердил то, что многие уже давно говорят. На самом деле, именно в эти моменты, когда реальность расходится с ожиданиями, мы наиболее уязвимы на повторение каких-то ошибок, похудальческих ошибок других людей, которые они уже наверняка совершали. В эти моменты хочется как-то подтолкнуть вес, сделать какую-то голодовку, попробовать какую-то новую диету, либо новый подход. Метода, которая наверняка работает, наверняка она где-то есть. И ты ищешь ее что-то, пробуешь, в общем, скатываешься в пучину каких-то бессмысленных, глупых и иногда очень вредных подходов, которые не только убивают твой результат, но и убивают твое здоровье. И это видео поможет тебе адекватнее относиться к похудению, к тем моментам, плато, застоям, которые иногда случаются. Я попробую тебе показать, почему у некоторых теория калорийности не работает. Важно отметить, что я сейчас буду разбирать ситуацию идеального подсчета калорий, потому что калории не работают только у тех, кто неправильно их считает, либо откровенно врут в своих отчетах. И я сейчас не буду особо заострять на этом внимание, просто кому интересно, предоставляю ссылки на исследование о том, как люди врут в подсчете еды. Если интересно, почитайте. Изначально это видео я записывал для своей подопечной, которая попала в такую ситуацию. Несмотря на то, что она делает все хорошо и правильно, результаты ее с каждым месяцем замедляются и замедляются. И несмотря на то, что у нее есть множество факторов, такие как возраст, диетический опыт, постоянный стресс, запуск стартапа, недосып, смена часовых поясов, много стресса, которые влияют на качество похудения, на его скорость, она все равно продолжает делать хорошие результаты, но с каждым месяцем эти результаты даются все более мучительно. И даже у нее возникает вопрос, а работают ли калории, почему мы их считаем. Я каждый день прилагаю столько усилий, а получаю взамен почти ничего. Так что это видео для тех, кто правильно считает калории, прилагает огромное количество усилий к своей трансформации, но не получает то, чего ожидает, и вам хочется броситься в какую-то новую диету, новый подход, поголодать, сделать что-то совершенно другое. Если вы смотрите на других и кажется, что у них результаты лучше и ярче, чем у вас, вы чувствуете какую-то несправедливость, и чтобы не допустить большое количество ошибок, обязательно досмотрите это видео до конца. В последнее время я часто встречаю такой аргумент против теории калорийности, о том, что диеты не работают. Существует же метаболическая адаптация, и в какой-то момент организм привыкает к тому количеству еды, которую ты ешь для того, чтобы похудеть. Здесь в силу вступает кривая Даннинга-Крюгера. Самый яркий пример, когда кто-то рассказал про метаболическую адаптацию, описал ее процессы, а кто-то другой, кто не совсем понимает, что это такое, как это работает, начинает это использовать в своих интересах, для того, чтобы это как-то монетизировать, чтобы как-то отличиться, выделяться среди других фитнес-марафонов и каких-то похудальческих проектов, и начинает использовать то, что не совсем понимает в качестве аргумента, в дискуссиях, в спорах, в своих рассказах. И что самое плохое, при составлении каких-то советов и рекомендаций для своих подопечных, но метаболическая адаптация не противоречит и никак не рушит теорию калорийности. Сейчас я нарисую модель энергетического баланса. Сегодня мы хорошо знаем, что конкретно в нашем случае, нашего организма, как открытой системы, энергия не может просто так появляться и просто так куда-то исчезать. Поэтому энергетическую модель обычно рисуют так, как обычные весы. С одной стороны у нас потребление. Сколько энергии в нашу систему, в наш организм поступает? С точки зрения поступления энергии, все крайне просто и примитивно даже, я бы сказал. Единственная энергия, которая у нас поступает, она поступает из еды. Если более детально, то это не только еда, а вообще любое питание. Если ты там в больнице на капельнице лежишь, и тебе аминокислоты с глюкозой ставят непосредственно кровь, ну это тоже та же самая еда, только в другом виде. То есть, если обобщить, то макронутриенты – единственный источник калорий в нашем организме. И калории нам дают 5 веществ. Это белки, жиры, углеводы. Ну-ка, обгоняйте меня. Клетчатка, вопреки распространенному мнению, что клетчатка обладает нулевой калорийностью, либо отрицательной калорийностью. Калорийность одного грамма клетчатки в среднем 2 калории. Еще один, один из самых высококалорийных макронутриентов. Спирт около 7 калорий. Ну, углеводы у нас 4, жиры 9, белки 4. Если что, это округленное значение. Как правило, там белки могут быть 4,2, ну и так далее, уже писать не буду. Вот только из этого мы можем получить калории. И, как правило, это находится в еде, которую мы каждый день едим. С этой стороны все максимально просто. А с другой стороны уже посложнее. Здесь у нас расход. Это то, сколько энергии мы тратим. Раньше была популярная такая фраза, чтобы худеть, нужно потреблять меньше, чем ты расходуешь. И можно себе представить, ну, такую вот линию. Уже перекос в одну сторону происходит, что расходуем мы больше. Также принято представлять, что расход складывается только из нашей активности, которую мы каждый день производим. Но здесь, со стороны расхода, можно нарисовать еще одну пирамиду, которая создает этот расход. И активность здесь будет не самой большой ее составляющей. Самым большим параметром будет наш метаболизм. То есть, это сумма процессов анаболизма и катаболизма в каждой вашей клетке в организме. Наши клетки живые. Они постоянно что-то производят, что-то создают, что-то разрушают, чтобы создать что-то новое. Получают энергию, отдают энергию. И это и есть метаболизм. То есть, он происходит каждое мгновение. Абсолютно в каждой клетке. Не только в желудке, либо в мозгу, как принято считать. Метаболизм происходит везде. Где-то с большей активностью, где-то с меньшей. Но мы, это организм, метаболизм, это сумма действий всех клеток, сумма активности всех клеток. И у современного человека метаболизм составляет большую часть расхода в сутки. Потому что сегодня мы не очень-то особо и активничаем. Потому что появляется очень много комфорта, появляется транспорт, появляются скутеры, самокаты, лифты, поезда, эскалаторы. Комфорт нас преследует уже практически везде. И с каждым годом мы двигаемся все меньше, меньше и меньше. Плюс появляются возрастные, сопутствующая сниженная социальная ответственность. Когда ты с возрастом большую часть дел перекладываешь на своих детей, внуков. Поэтому активность, это вторая составляющая расхода. И причем активность бывает бытовая и тренировочная. И вот этот пункт очень сильно нас всех отличает. То есть если метаболизм у очень похожих по комплекции, по возрасту, по росту, весу людей может быть одинаковый. И метаболизм достаточно точно можно посчитать по какой-нибудь формуле в интернете. То есть узнать скорость своего обмена веществ. А вот активность нас очень сильно отличает. Я часто слышу такое, что моя сестра или мой брат, мы почти одинаковые, но он вот ест все, что хочет и не толстеет. А я вот подышу хлебом и начинаю увеличиваться. Это все заключается из-за нашего расхода. И бытовая активность складывается еще на спонтанную активность. Это такие действия, которые мы производим неосознанно. Даже моя жестикуляция, я же могу как столб стоять и рассказывать все, что я хочу вам сказать. И даже не моргать. А вместо этого я что-то использую, какую-то жестикуляцию. Я на это трачу энергию. Кто-то не может просто сидеть на месте, он постоянно будет дергать ножкой, либо ручкой стучать по столу. И есть те, кто может просто сесть и не воспроизводить практически вообще никаких движений. И таких факторов огромное множество. Их даже сложно уложить в голове, настолько большое их количество. Так что у некоторых людей пункт активности может превосходить уровень метаболизма. Особенно если это какой-нибудь опытный тренирующийся атлет, когда он за тренировку может спокойно тратить тысячу-полторы тысячи калорий, если он тренируется 3-4 часа. Велогонщики, марафонцы, какие-нибудь силовые виды спорта, кроссфит. Там планка расхода задирается очень высоко. Даже не обязательно брать какого-нибудь спортсмена. Просто пеший курьер будет тратить очень много энергии. Еще один пункт. Гормональная активность. У него есть одна особенность. Его можно рассматривать как в разрезе метаболизма, потому что продуцирование гормонов, их активность, по сути, общая часть метаболизма. Но можно рассматривать в отдельности, потому что их активность влияет в целом на скорость метаболизма. Например, сниженное количество гормона тирозина. Оно замедляет метаболические процессы в клетках. Либо его ускорение, наоборот, чуть-чуть поднимает. Например, количество выделяемого адреналина может управлять нашей бытовой активностью, либо тренировочной. То есть мы более заведены, мы больше активничаем. У нас выше уровень спонтанной активности. То есть гормоны могут тоже создавать отдельную статью расходов, являясь частью одной большой структуры. И активность гормонов в конечном итоге тоже влияет на расход. Так, еще один пункт. Работа внутренних органов. Сюда я включу и термический эффект пищи, то есть энергия, которая тратится на то, чтобы переварить ту еду, которую мы съедаем. И это, на самом деле, одна из самых больших статей расхода. Термический эффект пищи и работа органов. Около 10% от той энергии, которую мы съедаем за день, уходит на то, чтобы ее усвоить. Большая статья. На третьем месте после метаболизма и активности. Работа внутренних органов. Я тоже выделил их в отдельную статью, хотя, опять-таки, это можно рассматривать с точки зрения метаболизма. Но я сейчас объясню, почему я это вынес в отдельную статью. Что происходит, когда мы начинаем худеть? Создаем дефицит калорий. Первое, самое главное, резко обрушиваются гормоны. Анаболические гормоны, гормоны голода, которые регулируют эти процессы. Все начинает резко рушиться. В целом, снижая метаболизм. Лептин резко падает. Это создает сигнал для адапционных процессов в организме. Мы начинаем меньше двигаться, мы начинаем больше хотеть есть, чаще думаем о еде. Снижается уровень андрогенно-анаболических гормонов. Тестостерон, эстроген, гормон роста. Все то, что влияет на наше самочувствие, активность, это резко обрушивается. То есть мы начинаем меньше двигаться. И чем дольше мы находимся в дефиците калорий, тем сильнее эти адаптационные процессы и происходят. Основным действующим гормоном здесь будет гормон лептин. Лептин – это гормон, который продуцируется в нашей жировой ткани. И это как бы сигнал для мозга о том, что в организм поступает очень мало энергии. Нужно с этим что-то делать. Лептин управляет всей метаболической адаптацией. И мы это сегодня знаем, потому что в исследованиях людям, которые долго находились в дефиците, вкалывали лептин. И большая часть метаболической адаптации, она уходила на нет. То есть восстанавливался аппетит, восстанавливался уровень голода, активность. У женщин на дефиците калорий часто случается аминорея. Она тоже пропадала. То есть как только вводили этот гормон, без увеличения общего потребления калорий, всё приходило в норму. Чем дольше мы находимся в дефиците калорий, тем больше метаболическая адаптация начинает влиять на нашу тренировочную и бытовую активность. То есть в быту мы начинаем замедляться. Мы начинаем тише говорить. Мы не так активно открываем рот, не так часто моргаем. Мы уже не так активно дёргаем ножкой, когда сидим. И в этом и есть замедление бытовой активности. Мы не можем соблюдать и сохранять тренировочные объёмы. Может, в какой-то период у нас получается сохранять тренировочный объём, но в какой-то момент нам начинает хотеться сделать меньше вес, меньше повторений, меньше подходов, а иногда и вовсе уйти с тренировки, потому что пропадает желание тренироваться в принципе. Но это уже совсем длительное нахождение в дефиците калорий, там полугода и больше. Снижается активность органов, то есть замедляется сердечный ритм, снижается температура тела. И это тоже часть адаптационных процессов. Всё приходит к тому, что организм начинает тратить меньше калорий. Это метаболическая адаптация. И вот этот процесс часто ставят против того, что теория калорийности не верна и она не работает. Даже если в начале похудения кривая была вот такая, и мы потребляли меньше, чем мы расходовали, то по ходу диеты эта кривая выравнивается и появляется адаптация. То есть условная норма у нас была 2000 калорий. Мы начали есть 1600 калорий. И это был наш дефицит. Здесь мы тратили 2000 калорий. И всё сводится к тому, что в какой-то момент мы начинаем тратить 1600 калорий. Всё, наше потребление и расход уравнялись, диета не работает. Но, как говорится, у страха глаза велики. И многие вещи мы не воспринимаем объективно. Особенно, когда речь идёт о наших результатах и о наших усилиях. Не может потребление полностью уравняться с расходом. Особенно, когда потребление ведётся на уровне базового обмена веществ. То есть того количества энергии, которое нужно на поддержание работоспособности жизненно важных органов и систем. Расход может снижаться. Может. Он это и делает. То есть сначала мы тратим 2000, потом 1900, 1800. И потребляя 1600, наше похудение больше похоже на такую кривую, если нарисовать график. С каждым новым месяцем мы будем худеть всё медленнее, 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 потому что расход будет становиться меньше. Но это не разрушает теорию калорийности. Это подтверждает её. Потому что расход – это множество факторов. И они начинают меняться, а точнее замедляться. Что в конечном итоге сводится к тому, что организм будет тратить всё меньше и меньше калорий. И почему кажется, что диета остановилась? Потому что в какой-то момент разница, там, 1600 калорий потребления и 1800 калорий расхода, она становится минимальной. Это всего лишь 200 калорий. Если мы возьмём 200 калорий дефицита в сутки и прикинем, что средняя калорийность человеческого жира там, 8000 калорий, да, и поделим это всё на 200, то нам потребуется 40 дней, чтобы избавиться от 1 кг жира. Обычно в исследованиях калорийность человеческого жира можно найти на таких значениях, то есть 7400-9200, но он действительно в таком диапазоне находится, потому что есть разные участки жира, где-то он идёт в связке с водой, он будет менее калорийный, где-то более плотный, получается больше калорий. Но я взял среднюю, 8000 калорий. 40 дней, чтобы потерять 1 кг жира. Это получается примерно 25 г жира в сутки. 25 г жира в сутки. Но вес тела, это не только количество жира в нём, это масса органов, масса мышц, масса костей, количество воды, задержанное в мышцах, в коже, в желудке, количество еды в кишечнике. Если вы будете взвешиваться каждый день, то вы знаете, что вес похож на кривую, это не сплошная линия, и даже когда вес снижается, он не снижается линейно. Это постоянно то взлёты и падения, и всё как раз таки упирается в большей степени в количество воды в организме, потому что её организм очень легко потребляет, очень легко накапливает, держит, и очень быстро от неё избавляется. Поэтому мы постоянно видим вот этот зигзаг. 25 грамм потерянного жира очень легко замаскировать какими-нибудь 100 граммами воды. Съели больше соли, чем обычно, на следующий день привес. Поспали мало, увеличился кортизол, на следующий день привес. И все эти привесы легко перекрывают эти 25 потерянных грамм жира. Съели больше углеводов, чем обычно, пожалуйста, потренировались более интенсивно, чем вы обычно тренируетесь, ваши мышцы разрушены, они накопили воды, пожалуйста, ещё привес. Это всё легко нивелировать. По факту создаются условия, когда вы теряете жир, но при этом вес тела всё равно стоит на месте или может быть даже растёт. И это абсолютно нормальная ситуация. И это не значит, что ваша диета сломалась или метаболизм сломался. И это абсолютно нормальная ситуация. И 25 грамм в конечном итоге превратятся в 20 грамм жира. И регистрировать свои результаты станет ещё сложнее. Но это не значит, что вам нужно останавливаться, что вам нужно бросать, вам нужно просто понимать и держать в голове этот момент. Если вы создаёте 10 калорий, ваше похудение всё равно продолжается. Дайте себе ещё больше времени. Я знаю, это сложно, но нужно потерпеть. Что делать, чтобы остановить метаболическую адаптацию? Когда цифра на весах намертво замерла. Хочется, как правило, как-то подтолкнуть. И мне мои подопечные часто пишут. Илья, что можно сделать, чтобы вес пошёл? И, конечно, я им ещё раз всё это рассказываю, что количество жира продолжает снижаться, но всё равно хочется увидеть вот этот индикатор твоего результата, цифру на весах, её хочется сдвинуть. Поэтому появляются мысли о не поголодать мне пару дней, о не использовать мне какую-то диету, сесть на безуглеводку, что в конечном итоге может сработать с точки зрения потери веса. Но потеря веса – это не потеря жира. На безуглеводке резко сократится количество гликогена в мышцах. А гликоген идёт в связке с водой, то есть вы потеряете воду и действительно станете весить меньше. Будет ли у вас от этого меньше жира в организме? Нет, не будет. На голодовке происходит то же самое, только вы теряете место с гликогеном ещё и мышцы, вы теряете, из кишечника полностью выходит еда, вы реже ходите в туалет, потому что там, в принципе, ничего не накапливается. И сдвинется вес тела, да, но, грубо говоря, это дерьмовый вес получается. Поэтому ни в коем случае не начинайте чинить то, что работает. Оно не сломалось, оно просто замедлилось. И вы продолжаете терять жир, вы продолжаете находиться в дефиците калорий, при условии, что вы не забываете всё записывать, помните, да, и вы всё правильно считаете, и вы уверены в том, сколько вы потребляете. А что можно сделать, чтобы избавиться от метаболической адаптации? Ну, на самом деле, к сожалению, инструментов их не так уж и много. И условно их можно разделить на две части. Это те, которые замедлят похудение, ну или не замедлят похудение. И вот с этими, конечно, будет посложнее. Начнём с тех, которые замедлят. Приступить к рефидам. Что такое рефид? Это, грубо говоря, разгрузочные дни. Если раньше вы дефицитили сплошную неделю, то есть все семь дней находились в дефиците, то сейчас вы выделяете один или два дня на то, чтобы потреблять большое количество углеводов. Именно углеводов, не жиров и не белков. В эти дни ваше гликогеновое депо не полностью заполнится, но станут объёмнее, в них появится гликоген. И исследования показывают, что именно количество углеводов влияет на выработку лептина. То есть в дни рефида ваш лептин будет немного вырастать, тем самым снижая адаптационные процессы. То есть вы избавитесь от голода, насколько это возможно. Аппетит станет менее острым. Конечно, полностью всё это не исчезнет. Но следующая неделя, следующая новая неделя станет для вас более комфортной. То есть вы проснётесь без чувства голода. Вы вечером будете спокойнее контролировать аппетит и вечерний жор. Чем меньше у вас процент подкожного жира, тем чаще вам нужно делать рефиды. То есть если вы находитесь в нормальном весе тела и просто хотите подсушиться, то рефиды нужно вводить практически что сразу. Буквально с первой недели. Сначала делать один день, затем вводить два дня рефида в неделю. Но если у вас масса тела большая, то без рефидов вы можете обходиться очень и очень долго. Вообще, чем больше жира в организме, тем позже вступают процессы метаболической адаптации. Можно вспомнить то исследование, где один очень толстый мужчина худел в течение больше года, вообще не употребляя никакой еды. Он только пил воду и какие-то поливитамины употреблял, дрожжи какие-то ему ещё давали. Я прикреплю ссылку. Но это один единичный случай. Тем не менее, он задокументирован и описан. Почему рефиды замедляют похудение? Потому что в дни, когда вы употребляете большое количество углеводов, вам нужно находиться на уровне поддержки, а может быть даже чуть выше, чтобы организм почувствовал какую-то оттепель и ослабил метаболическую адаптацию. Перерыв. Ещё один подход, который можно использовать. То есть вы худели, 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 и сделали двухнедельный перерыв. Или лучше даже четырёхнедельный перерыв, если худели очень долго. Просто в течение четырёх недель вы питаетесь на уровне своей поддержки. В этот момент ваш организм отдыхает, восстанавливаются гормоны, восстанавливаются все метаболические процессы. Вы восполняете силы, восполняете свою мотивацию, и после этого снова начинаете худеть. И если брать в краткосрочной перспективе, то эти два метода замедляют процесс похудения. То есть вы могли бы вместо того, чтобы делать перерыв, этот месяц худеть, продолжать. Но если брать в долгосрочной перспективе, то чаще получается, что именно набравшись новых сил, отдохнув, вы лучше выдерживаете диету впоследствии. Вы реже срываетесь, у вас реже происходит откат, у вас поддерживается достаточный уровень мотивации. И используя перерывы, рефиды, в конечном итоге количество потерянного жира будет примерно таким же, если бы вы худели, продолжали худеть без них, но постоянно спотыкались какие-то барьеры. Второй пункт. Инструменты, которые не замедлят процесс похудения. Активность, конечно же. Нужно увеличить активность. Самое банальное, самое простое, что в принципе все используют, увеличить количество шагов в сутки. Особенно если вы видите, что ежемесячно приложение вам показывает, что вы ходите с каждым днем все меньше и меньше. Вы этого можете не замечать, потому что неосознанно используете. Выбирайте методы передвижения, где не нужно ходить. Поставьте себе какую-то планку, увеличивайте активность или вернитесь к тем значениям, которые были изначально до похудения. Если есть возможность сходить пешком в магазин, ходите пешком, несите пакеты обратно. Если магазин далеко, вставайте на парковке в самом конце, максимально далеко от магазина, носите пакеты по парковке. Если вы живете на третьем, четвертом, пятом этаже, поднимайтесь по лестнице. Вот все такие простые механизмы, которые все вы и так хорошо знаете. Дальше. Тренировки. Тренировки. Но сразу скажу, это работает у тех, кто только начал тренироваться, либо вообще не тренировался. Потому что, как правило, у опытных спортсменов во время дефицита тренировочный объем снижается, потому что появляется недовосстановление и выполнять тот же объем нагрузки уже не получится. Но если вы мало тренируетесь, у вас не такие сильные адаптационные процессы, вы находитесь в начале генетического потенциала, в росте мышц, вы можете наращивать мышечную массу, даже находясь в дефиците калорий, вы можете вводить тренировки, и это будет тоже замечательным подспорьем. Особенно силовые тренировки. Вы там можете увеличивать количество потраченных калорий, не увеличивая продолжительность тренировки. То есть, постоянно прогрессируя в весах, в количестве повторений. Но тут стоит быть аккуратным, потому что у новичков, те, кто не адаптирован к тренировкам, от тренировок снижается активность. Такой замкнутый круг получается. Вам нужно это обязательно проконтролировать. Потому что люди часто воспринимают тренировку как что-то глобальное. Там, где ты потратил огромное количество калорий, и теперь ты можешь себе позволить подольше полежать, побольше отдохнуть. Ты считаешь себя достойным для того, чтобы тебе что-то приносили, подавали, потому что ты поработал, ты устал, тебе нужно восстановиться. На самом деле, энергозатраты новичков на тренировках любых, там, силовых, кардио, особенно тренировки собственным весом, это 150-250 калорий, не более. То есть, вы больше не можете потратить, потому что тренировочные объемы, они не соответствуют высоким энергозатратам. К тому же, вы очень быстро утомляетесь и не можете делать какую-то продолжительную работу. Но если эти инструменты находятся по разную сторону, это не значит, что вы должны использовать их по отдельности. В день рефида вы можете поставить еще одну тренировку. Такое возможно? Возможно. Либо в день рефида вы двигаетесь больше, чем обычно, либо сделали какое-то кардио, либо в перерыв вы добавили еще одну тренировку за неделю и тоже стараетесь больше ходить. То есть, вы можете как-то этим всем балансировать, уравнивать эти инструменты и те преимущества, которые дают одни инструменты, использовать какие-то негативные стороны, перекрывать другими инструментами. Еще один инструмент, который вы можете использовать, увеличить количество белка в рационе. То есть, как правило, стандартная рекомендация это 1,6-2,2 грамма на килограмм веса тела. Когда вы находитесь в дефиците калорий, количество белка нужно увеличить, чтобы организм не так активно разрушал мышцы. Но белок имеет высокий термический эффект пищи. Вспоминаем ту табличку. И на то, чтобы усвоить белок, организм тратит больше энергии, чем на усвоение углеводов либо жиров. Если вам комфортно, вы можете увеличить количество белка до 2-3 грамм на килограмм веса тела при условии, что у вас все хорошо со здоровьем, вам это комфортно, и это не нанесет вам вреда. Но это такой вот простой лайфхак, который может заставить ваш организм тратить больше калорий. Каков будет вывод? Метаболическая адаптация – это инструмент организма при условии нехватки энергии, при условии нехватки еды. Он заставляет организм тратить меньше калорий, чтобы побольше сохранить, чтобы пережить какой-то голодный период. Это защитная функция нашего организма, которую раньше активно использовали предки. Несмотря на то, что сегодня у нас большое количество еды, еда находится на каждом шагу, эти адаптационные процессы у нас сохранились. Если мы хотим похудеть, они включаются. Сегодня это играет с нами в злую шутку. А когда-то помогало выживать. Первое, что вам стоит сделать – смириться с тем, что похудение будет идти вот так. Поначалу это будет очень быстро и стремительно снижаться, а потом замедляться. И каждые новые 100 грамм будут даваться большим трудом. Но я думаю, это такой психологический момент. На самом деле, приложенные усилия у вас здесь и здесь практически не будут отличаться. Вы здесь будете ходить, тренироваться, считать калории. И здесь будете ходить, тренироваться и считать калории. Но из-за вот этой разницы, вы помните, как было в начале и видите, что происходит сейчас. Вам кажется, что вы создаете все то же самое, делаете все то же самое, но не получаете нужного результата. Вам это нужно, этот психологический момент у себя в голове устранить, нивелировать его. Вы делаете все то же самое. Да, в начале было чуть-чуть побыстрее, но так работает ваш организм. Когда вы приходите к моменту такого около плато, и вес начинает снижаться очень медленно, вам нужно проявить особую сдержанность и особую выдержку. Не бросаться в какие-то безумные инструменты, подходы, методики. Не использовать голодовки. Не нужно пытаться как-то ускорить свое похудение. Максимум, что вы можете использовать, это те инструменты, которые мы обсудили на предыдущем слайде. Что еще вы можете сделать? Начинать наращивать мышечную массу, то есть вводите силовые тренировки. Это отчасти поможет нивелировать эффект метаболической адаптации, потому что мышечная ткань, она более активна по сравнению с жировой. Чем больше у вас мышц, тем больше вы активничаете, вы более легки на подъем, вы будете тратить больше калорий. Если вы находитесь в начале тренировочного пути, вы можете легко совмещать и дефицит калорий, и набор мышечной массы. Это доказанный эффект. Не нужно разделять эти понятия, эти процессы. Если вы худеете, вы не должны отменять тренировки. Вам наоборот нужно сконцентрироваться на том, чтобы тренировочная программа была достаточно адаптирована под дефицит калорий, и вы продолжали набирать на ней мышцы. Но опять-таки вам нужно быть осторожным, потому что рост мышечной массы увеличивает вес, вес тела. И в какой-то момент эти кривые могут пересекаться. И если вы новичок, рост мышечной массы может создавать рост веса, и в какой-то момент вес тела может даже начинать расти. Вам нужно проявить максимальную осторожность и сдержанность, научиться разделять у себя в голове эти понятия, эти механизмы. Вы можете использовать анализ тела, сканирование тела, чтобы понимать, растет ли количество мышечной массы, влияет ли это на общий вес тела, и продолжается ли активное похудение и потеря жировой массы. Все, друзья, метаболическая адаптация преследует практически всех, кто захочет похудеть. Но не стоит ее бояться, ее можно контролировать, ее можно понимать. И осознанное отношение к этому процессу будет помогать вам в процессе вашей трансформации. Вы будете к этому процессу относиться с более холодной головой и принимать правильные решения, которые не приведут вас к ошибкам. Спасибо, что смотрели. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok